МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 43 метра под землей. В Кемерове на Кузнецком проспекте открылся подземный переход. Золотые руки. В Кузбассе удвоилось число коррупционеров. Грипп не проедет. Войну опасному вирусному заболеванию объявили кондукторы новокузнецких автобусов. В эфире новости. Меня зовут Дмитрий Петин. Здравствуйте. В двух кемеровских вузах сменились ректоры. От занимаемых должностей освободили руководители КМГУ и Кемтипа. Соответствующие приказы подписал министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Бывший глава Кемеровского госуниверситета Владимир Волчик ушел в отставку по собственному желанию. Его место займет Александр Просеков, до этого момента руководивший Кемтипом. Что касается Технологического университета пищевой промышленности, то исполняющим обязанности ректора назначен Михаил Кирсанов. И в продолжение кадровой темы. К узбасским шахтам и разрезам не хватает почти 600 специалистов. Ведущая промышленная отрасль региона остро нуждается в водителях карьерных самосвалов, машинистах, экскаваторов и горных работ. Причем трудоустроиться на угольные предприятия могут не только те, кто имеет узкоспециальное образование. Есть возможность пройти курсы переобучения по направлению службы занятости населения. Добавлю, что несмотря на снижение объемов угледобычи, в прошлом году в отрасли было создано свыше 2000 новых рабочих мест. Все благодаря открытию в Кузбассе трех новых обогатительных фабрик. Планы на 2016 год по развитию угольной промышленности в Кузбассе также оптимистичны. Планируем также не менее 2000 рабочих мест создать. За счет чего? Опять же за счет ввода в эксплуатацию новых предприятий, угольных предприятий. И в 2016 году мы планируем запустить четыре предприятия. Это разрез 8 марта, это шахта юбилейная, это шахта увальная и этот разрез называется участок Угненский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добавлю, что изменение величины прожиточного минимума незначительное и связано со снижением стоимости минимального продуктового набора. Число коррупционеров в Кузбассе удвоилось. По данным областной прокуратуры, за минувший год в регионе было выявлено 440 коррупционных преступлений, что на 52% выше ранее зарегистрированных показателей. Большую часть среди подобных правонарушений составляет взяточничество. Чаще всего на руку берут преподаватели. За прошлый год таких в области поймали почти 200 человек. На злоупотребление служебным положением также попадаются муниципальные служащие, захищение бюджетных денег. Примечательно, что более трети коррупционных преступлений это попытки граждан дать взятки сотрудникам правоохранительных органов. Как правило, этим грешат автомобилисты, чтобы откосить от нарушений на дорогах. Новокузнецких чиновников будут судить. Дело по обвинению в халатности коммунальщиков Южной столицы передано в суд. Эта история с заменой теплотрассы длится уже более полугода. Напомню, что в мае 2015-го следователи Новокузнецкой прокуратуры возбудили уголовное дело. В результате расследования выяснилось, что работы, указанные в документах, как якобы выполненные, не соответствуют действительности. Эксперты обнаружили, что замена трубопровода просто имитировалась. На некоторых участках старые трубы зачищались от ржавчины, а затем покрывались краской. В результате из бюджета города пропали 13 миллионов рублей. Как только история стала достоянием общественности, по требованию Амана Тулеева от занимаемой должности отстранили заместителя главы Новокузнецка по ЖКХ Виктора Козеку и весь руководящий состав подрядной организации. Теперь их ждет суд. Отмечу, что сегодня все работы по замене теплотрассы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. После проведения необходимых строительно-технических экспертиз и установления общего объема невыполненных работ данные выявленные недостатки были устранены генеральным подрядчиком и субподрядной организацией за счет собственных средств без дополнительного финансирования со стороны бюджета города. В Кемеровском аэропорту задержали 472 туши дикого оленя без сопроводительных ветеринарных документов. Груз был доставлен в Кузбасс из Красноярского края. Часть продукции, на которую необходимые бумаги имелись, впустили в регион. Оставшуюся направили на лабораторные исследования, которые показали, что мясо угрозы здоровью не представляет. Тем не менее, продажа этой продукции запрещена. По закону, утилизация должна произойти за счет хозяина. Данная партия была опечатана и направлена хозяину в город Красноярск для технической утилизации в корм животных. Документы мы получим. Если вы увидели на прилавках магазинов подозрительный товар, расскажите об этом журналистам телеканала «Мой город» по телефону горячей линии 8 933 300 0300. 43 метра под землей – это новый объект на Кузнецком проспекте, который был открыт в Кемерове в рамках подготовки ко дню шахтера. Подземный переход должен решить сразу несколько вопросов. Снизить аварийность на традиционно проблемном участке дороги, а также увеличить ее пропускную способность. Только на это все равно потребуется время. Почему, узнавал мой коллега Андрей Финагин. Движение на Кузнецком проспекте даже в рабочие часы напряженное. Раньше, чтобы перейти дорогу, нужно было выходить на проезжую часть. А это всегда связано с определенными рисками. Сейчас же пользоваться зеврой не обязательно. Достаточно спуститься под землю. А это куда более безопасный способ. Но привычка, видимо, у некоторых людей куда сильнее, чем инстинкт самосохранения. Одни смело ступают на дорогу, даже не смотря по сторонам. Другие, переминаясь ноги на ногу на краю тротуара, пытаются вклиниться в поток машин. Валентина Федоровна уверенно пробирается сквозь автомобильный трафик, успевая нелестно высказываться в адрес водителей. Она уже 50 лет живет в центре Кемерово и привыкла ходить проторенной дорожкой. Но говорит, что готова сменить маршрут. Даже не видела, чтобы люди заходили. Шла в ту сторону пешком и оттуда. И не вижу даже. Вот сейчас посмотрите, кто идет туда, никто. С 1 февраля желающим перейти Кузнецкий проспект в районе пересечения с улицы Ногордской придется спуститься под землю, либо идти в обход. В начале следующего месяца знаки пешеходного перехода уберут. А на этом месте будут дежурить сотрудники ГИБДД. Тех же, кто попытается перебежать проезжую часть, оштрафуют. На протяжении пяти последних лет, значит, это является местом концентрации. Ежегодно здесь совершалось по пяти более дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом. Только именно связанных с наездом на пешеходах. И больше 30 фактов это с материальным ущербом, когда без пострадавших, скажем так. Подземный переход построен в рамках договора о социально-экономическом партнерстве между Кемеровской администрацией и крупной торговой сетью. Теперь люди смогут без оглядки по сторонам в полной безопасности добраться до магазинов и торговых центров. Но безопасность пешеходов – это не единственное преимущество нового объекта. Это еще и возможность увеличить пропускную способность Кузнецкого проспекта. С этого момента тем, кто с рулем и без руля, не придется сталкиваться на магистрали. Андрей Финагин, Константин Червяков. Новости моего города. Больше сотни домов Кемеровского частного сектора остались без света. Правда, в дневное время и всего на полтора часа. На улице Илыкаевская автоледи не справилась с управлением автомобилем и врезалась в опору освещения. Линию электропередач уже восстановили. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Антигололедный марафон. Кемеровские дорожники продолжают в пешеходных зонах. После того, как городские магистрали избавили от наледей и наката, тяжелая техника брошена на тротуары и к остановкам. Эти работы выполняются в круглосуточном режиме. Добавлю, что в городе сегодня свыше 600 остановочных павильонов. Зимняя генеральная уборка на каждом из них проводится в среднем 2-3 раза в месяц. Работа выполняется без спешки и с большой осторожностью, чтобы не навредить пешеходам. Делим дорогу понемногу. Конечно, глаз да глаз. Смотреть да смотреть за ними. А как же? Маленькие кемеровщане, очень юркие бегают. Ну и пожилые очень. Тихонечко идут. В Новокузнецких автобусах проводят профилактику гриппа. Войну опасному вирусному заболеванию объявили кондукторы местных пассажирских предприятий. Ведь именно в общественном транспорте велик шанс заразиться респираторным заболеванием. Перед выходом на рейсы и несколько раз в течение смены они обрабатывают поручни, кресла и салон дезинфицирующими средствами. В сезон ОРВИ на кузбасских ярмарках будут продавать больше меда. Для профилактики простудных заболеваний жители региона смогут также приобрести лечебные сборы и травяные чаи. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...